Роман Владимирович, каковы тренды развития АПК в 2021 году? Как сложилась структура пассивов в Российской Федерации в 2021 году? Какие виды на урожай? Обеспечена ли будет продовольственная безопасность страны? Добрый день всем, добрый день президиум, добрый день участники сегодняшнего круглого стола. Я начну, наверное, с последнего вопроса. Если у кого-то еще остались сомнения в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны, я прошу поднять руку. Смотрите, есть одна рука. Один человек, да, сомневается. Но я тогда, может быть, тогда отвечу на другие вопросы, а потом уже по продовольственной безопасности. Но российский агропромышленный комплекс в 2021 году развивается достаточно динамично. Наше основное достижение в растеневодстве, то, что мы превышаем посевную площадь бутурожая 2021 года 80,5 миллионов гектар, это серьезный показатель, это серьезный результат, один из лучших в постсоветской истории нашей страны. Такой результат достигнут у нас за счет ввода в оборот. Вот слайды пытаются демонстрировать, но я думаю, что они будут немножко мешать и отвлекаться, потому что они касаются непосредственно Сибирского федерального округа. Вопрос мне задан целиком по Российской Федерации. Я прошу пока убрать презентацию. Если будет необходимость, я ее тоже прокомментирую. Значит, ситуация складывается следующим образом. 80,5 миллионов гектаров посевная площадь. Мы этот индикатор наверняка выполним. Второй наш приоритет – это обеспечение стабильности на внутреннем рынке. Для того, чтобы обеспечить стабильность на внутреннем рынке, нам нужно увеличить производство социально значимых продуктов и сырья, соответственно, для них. Поэтому все, что касается производства сахарной свеклы, все, что касается производства картофеля, овощей, масличных культур, мы имеем здесь превышение уровня 2020 года. И поэтому есть задача руководства страны – не допустить турбулентности на продовольственном рынке. Задача три – мы должны удержать свои позиции на экспортном рынке. Поэтому наша традиционная экспортная продукция – зерно. Опять же, масличные культуры. По этим позициям мы также наращиваем существенно объемы производства. Могу сказать, допустим, такая культура показательна, как рапс. Мы в этом году рапса посеяли ярового практически на 200 тысяч гектаров больше по стране и вышли на уровень 1 миллион 400 тысяч гектаров. Серьезный результат именно по экспортной диспозиции. Если мы будем говорить об условиях текущего года, мы понимаем, что у нас посевная кампания началась на две недели позже, чем в 2020 году. И, естественно, мы понимаем, что ровно на эти же сроки у нас уходят и уборочные работы по значительному количеству регионов. Поэтому Минсельхоз России видит здесь определенный вызов, определенный риск. Наша задача сделать так, чтобы аграрии были полностью укомплектованы сельхозтехникой, чтобы у них было подготовлено оборудование для первичной подработки хранения продукции, сушильное хозяйство, чтобы все эти вещи были готовы. Ну и последнее. Наше сельское хозяйство сегодня должно развиваться не только экстенсивно, не только за счет роста площадей, хотя есть резервы по воду в оборот земель, сельхозназначение, есть соответствующая государственная программа, когда в течение 10 лет мы должны практически 10 миллионов пашни вернуть в оборот. Но все-таки наша задача сегодня – это интенсивное развитие, это максимальный выход продукции с одного гектара за счет использования передовой генетики, за счет технической модернизации, за счет использования системы удобрений научно обоснованных и средств защиты растений. Конечно, все вот эти новшества должны обеспечивать не только рост объемов производства, но и сбережение нашего национального достояния плодородия почв России. Вот как обстоит ситуация, поэтому Минсельхоз России совместно с региональными органами АПК, совместно с коллегами из институтов развития, таких как Росагрализм, Россельхозбанк, совместно с аграрным сообществом, над этими вопросами работают. Роман Владимирович, еще один вопрос, ну такой сибирский традиционный, наверное, вопрос. Как сибирикам все-таки конкурировать с Югом и Центральной Россией? Насколько эта конкуренция вот сегодня, она сбалансирована? И что нужно сделать, чтобы это было так? Сейчас была вот экспортная сессия, и все говорили, конечно, что все считается по-новороссийскому. И для сибиряков, которые торгуют с Монголией, это не очень хорошо, например. Есть ли тут какие-то моменты, которые позволят выровнять нашу экономику, ну и сделать ее более конкурентоспособной? Имеется в виду сибирские регионы, которые здесь представлены в этом зале. Но прокопать канал от Черного моря до Алтайского края точно невозможно, чтобы сюда подходили корабли и грузили здесь сибирским зерном, удешевляя логистику. Я могу сказать одно, что сегодня, на мой взгляд, самая важная задача, которая необходима для повышения доходности у отрасли, это, как ни странно, увеличение объемов производства. И на основе чего я прихожу к такому выводу, вот давайте посмотрим на население нашей планеты, на население планеты Земля. Абстрагируемся сейчас от России, потому что мы понимаем, что сибирское зерно – это в значительной части экспортный потенциал Российской Федерации. Вот 1950 год. На Земле живет 2,5 миллиарда человек. Значит, 2018 год. На планете Земля живет 6,8 миллиарда человек. То есть мы видим, что у нас практически в три раза увеличилось население, и если каждый из них съедает хотя бы по 200 граммов хлеба в сутки, мы понимаем, какое количество зерна дополнительно нужно. Поэтому я думаю, что если в Сибири будут устойчиво расти урожаи, сельхозкультур, мировые трейдеры найдут все возможности, чтобы эту продукцию здесь приобрести и вывезти. Поэтому вот в этом мое глубокое убеждение. И могу сказать, что вот был у нас коронавирусный эмбарго. Не пускали запасные части, вот чем я непосредственно занимался. Не пускали средства защиты растений и так далее, и так далее. Но ни одна страна мира не закрывала вывоз сельскохозяйственной продукции. Поэтому вот человек без еды не может. И наша задача вот этот растущий мировой спрос удовлетворить. Буквально вчера общался со своим коллегой из Китайской Народной Республики. У нас была вчера видеоконференция по проблемам развития стои. Ну вот Китай закупает 100 миллионов тонн сои в год. 100 миллионов тонн сои в год закупает одна страна. Российской сои там получается порядка чуть более 1%. Если мы сможем зайти на китайский рынок, то нас там с удовольствием ждут. И смотрите, что они потихонечку открывают нас и по зерновым культурам, и по продукции животноводства, и по пищевой продукции. Поэтому наша задача сегодня развивать производство. Наша задача, конечно, как на любом конкурентном рынке делать это с минимальными издержками. Но минимум издержек, вот мое глубокое убеждение, должен достигаться не за счет экономии на средствах защиты растений, удобрениях и так далее, а за счет эффекта отдачи от масштаба. Большие затраты в совокупности, но минимум затрат в расчете на единицу продукции. Вот этот наш путь. Спасибо. Спасибо. Экономика и Китай. Ну и последний вопрос, если позволите, в рамках конференции «Алтайагра» мы подробно рассказывали о том, как приживается на Алтае почвосберегающая технология «Наутил». И наши аграрии говорят, что пора бы законодательно закрепить стимулы для тех, кто готов к сбережению и восстановлению почвы. А что вы думаете по этому поводу? Актуальна ли эта проблема для России? И нужно ли стимулировать в этом направлении наших аграриев? Вы знаете, мы здесь пошли немножко от обратного. Как я уже сказал, плодородие почвы – это наше национальное достояние, это наше национальное богатство. И депутатами Государственной Думы Российской Федерации был внесен соответствующий законопроект, который был принят и который устанавливает ответственность собственников и пользователей земельных участков за ухудшение показателей его плодородия. Поэтому выбор непосредственно системы ведения хозяйствования – будет это «Наутил», будет это «Стриптил», будет это традиционная технология, во многом определяет сам аграрий, исходя из своей экономики, системы машин, наличия кадров, природных условий и так далее. Минсельхоз видит свою задачу не в том, чтобы всех под одну гребенку завести. Мы пробовали уже, есть у нас исторические примеры, когда мы по всей стране кукурузу сажали, другие крайности были. Наша задача не в этом. Наша задача в том, чтобы при наиболее выгодной в конкретных условиях сельскохозяйственной технологии плодородие почвы как минимум не ухудшалось. И мы здесь применяем не только меры поощрительного характера, но и ограничительные меры. Меры, ну скорее, если проводить аналогию кнут и пряник, мы здесь будем больше на кнут упирать. Но нет такой цели всем навязать единую технологию и потом смотреть, как она у кого получается. Здесь у нас свобода выбора, здесь у нас каждый аграрий для себя должен решить, как и какими средствами он будет работать, достигая максимума эффекта конкретно в своих условиях производства.